Доброе утро, друзья! Дверь не могу открыть, потому что у нас ветер, ветроган. Ну, хоть дождя нету и вроде как не пасмурно. А вообще, я сегодня день начала очень даже хорошо. Я когда просыпаюсь, ну, наверное, все так делают. Первым делом телефон в руки, просмотреть, что почем и как, и вижу, что мне начислили деньги, пришла помощь. Ну, я так думаю, что это субсидии, типа, в Испании, мне еще я говорила на той неделе, бухгалтер позвонил, сказал, что он все оформил и что мне должны на этой неделе начислить уже помощь. А вообще, в Испании, как бы, частным предпринимателям не особо никто не помогает, вот, ни биржи труда, ничего нету, потому что, ну, типа, ты же частник, ты закрыл, ты захотел закрыть, ты закрыл свое предприятие. И все, какая биржа труда, никакая биржа труда. Вот, но в данном случае, так как мы закрыли не по своей воле, вот, в общем, государство решило нам выплатить, типа, субсидии. Не знаю, какие исчисления, какие там проценты, непонятно. Вот, потому что в социальное страхование мы платим, там есть минимум, который я плачу, около 300 евро в месяц. Каждый месяц, около 300 евро я плачу в социальное страхование, где там, уй, прибежал, прибежал, прибежал. Чего ты тут? Чего ты тут? Чего ты тут? Не даю с мамкой поговорить. Да, скажи, чё ты тут одна, а я чё? А я чё? А я где? А я где? Вот, минимум, значит, около 300 евро. И это идёт отчисление в медицинскую часть, на пенсию, и, в общем, все дела. И там уже твоего желания можешь повышать, повышать, повышать. Ну, я, естественно, минимум плачу. Вот, чтобы у меня была пенсия около 1000 с лишним, по-моему, евро. И, в общем, сколько же мне заплатили? И заплатили мне 661 евро. Неплохо. Конечно, ну, на расходы, скажем так. На расходы моей парикмахерской. Вот. Начинается туда-сюда, туда-сюда. Вот так вот и ходит. Хотя бы, как говорится, я оплачу расходы кое-какие, и всё это будет не из моего кармана. Потому что я вообще не ожидала, что мне что-то заплатят. Потому что, повторюсь, что здесь частным предпринимателям как бы не особо какие выплаты платят. Хотя есть уже там вот социальное страхование, когда выплаты делаешь, что можно сделать выплаты такие же на субсидию с биржи труда. Но потом это получить очень сложно, потому что нужно закрыть своё дело по каким-то... Либо оно там сгорело или ещё что-то. Просто взял и закрыл, тебе так субсидии никто не даст. В общем, всё это сложно. Ну, вот так вот, представляете. Там ещё какую-то помощь обещала вот именно наш регион. Именно... Ну, я уже точно тоже не знаю, всем занимается бухгалтер, поэтому... Хоть так, очень даже здорово. Здорово. Зато не успели мне выплатить, как уже заплатила за воду. То, что там говорили, что налоги, типа, не будем платить там через несколько. Всё берут. И плачу и налоги, и все-все выплаты, которые надо делать, всё плачу. Ещё за аренду там говорят, что можно отсрочить. Я вот это не понимаю, потому что я плачу арендодателю, а он тоже живой человек, ему тоже нужно жить. Но с моим вообще арендодателем он у меня. Человек такой, как бы, сложный и... странный. Ему не объяснишь, что в стране такая ситуация, что, извините, я мне заплачу, и мне это не нравится. Мне это... Что... Платить всё равно придётся. Через два месяца, через три месяца. Просто через два месяца нужно заплатить двойную сумму. Я лучше потихонечку, помаленечку, как говорится, буду платить каждый месяц, то, что предпочитать, чем через пять, допустим, через месяц я выйду на работу, через два месяца мне нужно всё, как говорится, заплатить, вот эту вот охапку денег. И всё, что заработаю, мне нужно будет отдать. Ой, скорее бы. Мне уже во сне снится моя работа. Этой ночью я красила свою клиентку. Ой, предприняла все меры предосторожности, надела на неё халат одноразовой, маски. Ой, не могу. И смех, и грех. Соскучилась по работе, представляете? У меня отпуск был самый длинный. Это два-две недели. Вот сколько я работаю? Лет семь, наверное. И у меня самый длинный отпуск был. Это две недели, когда я уезжала в Россию. Всё, больше двух недель я не отдыхала. А тут уже больше месяца сижу, ещё сидеть. Ну, хотя бы полегче. Хотя бы я знаю, что расходы уже у меня более-менее закрыты. Я пойду сейчас завтракать. И уже нужно будет выходить к бухгалтеру, отнести бумаги на налоги. Налоги нам разрешили выплатить. Ну, когда сможем. До сентября их можно выплатить. Вот. Поэтому... Поэтому пойду сдам бумаги. Поблагодарю. И всё. А потом, наверное, зайду в магазин. Хост товаров. Нужно купить мужу бритву. И заодно зайду в... Куплю... Мне там нравится ополаскиватель для воды. О, для воды ополаскиватель для воды. Совсем пока уедет. Для стиралки. Для белья. И что-то ещё мне нужно. Закончилась. А, жидкость для кухни. Чарли не возьму. Потому что лучше приду, потом с ним погуляю. Вот так. Видите, ветер у нас. Ночью вообще, говорит, ураганище было. Ну да, у меня прям это... Свистело всё. Всё свистело. Пойду завтракать с паской вкусной. И пью дорожку фронтовую. Настроение с утра поднимается. Как приятно просыпаться. Заходить на свой счёт. А там поступление денежных средств. Лафа. Субтитры подогнал «Симон» красиво меня такая да очки запотевают вообще невозможно ходить на улице еще как-то а внутри драган такой очки подевают зашла один в магазин в один магазин в общем бритв не оказалось купила средства для чистки ванны мимо фруктового магазина шла никого народа не было они обслуживаются сейчас на улице ниспар взяла на улице вообще никого сегодня нет балари там травки разные продать а может у них стерия есть пойду спрашиваю смотрите какая очередь в банк у нас пенсии выплачивают на неделю раньше или даже на 2 не знаю не помню точно поэтому может быть все стоят за пенсии в общем друзья представляете захожу в этот магазин гербалари ну здесь все все травки ну там полезная еда и такая я ему говорю я их никогда не видела сколько лет здесь живу я говорю вы новенькие она говорит ну да в 17 лет уже здесь дышать не могу в общем купила стерео все купила вообще ничего не вижу купила вот такую картинку муж малы не спиро по испански не спиро муж мала она евро 99 килограмм стоит мне нравится как семечки у меня щик 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 и все вот понравилось мне в последнее время вот такой вот ополаскиватель для белья пахнет просто бомбически стоит 2 евро 2 с 9 копейками так что классные пользуюсь им прям уже наверное месяц полтора для ванны только купила дезинфектанты дезинфицирующий про спрей спрай спрей спрей не знаю попробовать и стемия купила сразу два пакетика 60 грамм что-то 4 евро отдала за них представляете это как вы выбору здесь новая ангарта гор 17 лет я груб ли я говорю а вот я наверное раньше просто проходила все надо рада было на этой улице много и не обращала внимание так что я теперь буду со сладким чаем пить там столько у них всего я бы знаете задержалась посмотрела но уже женщина стояла на улице ждала пока когда я выйду сейчас же много в магазин не пускают людей по одному и вот пока я гляжу она уже с колеской стоит на улице ждет а я чё буду зиньки продавать и вышла в общем да класс я очень рада пошла я заниматься друзья потому что хочу после обеда съездить в алькампу с фруктами у нас смотрите беда то бишь их нету хотя и в принципе есть но я не купила бритву мужу поэтому надо съездить после обеда когда народу будет там мало и заодно как говорится убью двух зайцев куплю ему бритву представляете не было в магазине все бритвы ну и были какие-нибудь разные но она который ему подходит не было поэтому надо съездить ладно пойду я заниматься лень конечно ну что делать надо это какие-то не занятия а борьба с ветряными мельницами помните дон кихота ломанческого только я попал а вот сейчас лежит положу свой импровизированный коврик это скатерть как она улетает и все и трындец ветер вообще ветер ветер ты могуч у нас на горах снег лежит сейчас вам покажу такая красота сейчас пойдут к чарли гулять чарли гуляю уже все наверно знают вон вот тем деревьями сколько три дома пройти видите какой ветер вот деревья вот туда хожу гулять в мой пятачок а вот горы со снежные видите какая красота я все переживал дома и не до лежит на лежится и до сентября до лежит с такой погодой на обед у меня будет все что в холодильнике лежало сейчас из этого все разогрею а муж хочет картошку я буду жарь сам заодно и развлекешься ему скучно я готовь еду себе он уже гордый а мне картошку хочу жареных говорю жар ты знаешь все в твоих руках все в твоих руках и даже картошка а я просто разогрею все я такая офигенная блоге ничего там меня смотришь я хочу дверь закрыть чтоб телек не было слышно конечно тут сумки стоят а он что уйдет в общем поехала в магазин без я вообще не хотела ехать потому что не охота было и все такое вроде бы все есть а потом вспомнила что у чарли еда закончилась бритву надо покупать думаю ладно съезжу сегодня все свалил и все посела поехала без телефона без камеры без всего когда уже в магазине оказалась а там кое-что новое было например знаете дрожжи свежие как бы не особо пользовались спросом и покупали конечно в магазине но небольших таких вот брикетиках а тут прям я увидела по 375 грамм большие дрожжи еще сейчас по порядку будем показывать в общем начнем с этого так хотелось пить в магазине прям что взяла вот этот вот тоник розовый наверное с клубника или еще что-то да продезинфицировал все дела этим алкоголем протерла и не смогла открыть так крутила туда крутила ничего у меня не получилось я не смогла ее открыть эту бутылку но взяла вот потом взяла другую воду обычную уже знаете не рискнула со всякими вот этими все еще мокрое я как вы могли бы помнить в машине все дезинфицирую купила такой спрай ну типа вот такого брызгаю и салфетками вытираю все все пенится и все это сейчас еще не высохла липкая и вот пыжилась пылилась не смогла открыть купила другую воду и напилась таким наслаждением я семечки погрызла мне такой сушняк что мама не горюй ну вот пришлось взять эту воду так это для кухни вот дезинфицировать что она не смывается так что нормально сахар всегда должен быть сейчас пику много поэтому сахар должен быть это вот для это для полов мыть полы 3 апельсина цены не буду говорить ну например на апельсины они у нас по евро 29 килограмм апельсина и на евро шесть 8 но они огромные у нас я не знаю как может быть везде так апельсины есть для сока они более мелкие мне даже есть знаете для сока и более сочные и есть такие апельсины которые столовые можно сказать для еды там меньше больше мякоти вот и они намного крупнее сейчас на сравнение покажу вот видите разница это для сока а это вот именно для еды иногда хочется знаете я не очень цитрусовые люблю но иногда хочется помидоры взяла лимоны лимонов сейчас много берем едим вы знаете все таки пойду за ценами схожу чеки мы сейчас берем потому что может полиция остановить и спросить что типа знаете может быть я утром купила все это и езжу по городу целый день или еще где-нибудь в общем да так бананы канарские вот они у нас евро 89 килограмм дело две упаковки вот это евро 79 евро 37 помидора вот эти евро 59 и тут видимо килограмм евро 59 вода так вот такие вафле взяла муж взяли новый хачви сюда вафли хочу копеек стоит, тоник стоит вот этот евро 45 так, что у нас дальше так, так, так еду вот такую взяла Чарли он у нас редко ест сухой корм потому что мы ему даем там со стола что-нибудь, но сегодня он ничего не урвал, потому что ничего такого не ели, чтобы он мог покушать поэтому может быть и поесть поэтому мне корма хватает но очень долго, но это вот у него последняя порция там, купила вот такой он не очень его любит вообще сухие корма он вообще не очень любит, поэтому я все-все перепробовала не знаю, вот это по-моему не давала ни разу, для маленьких собак до 10 килограмм, у меня Чарли весит 6 килограмм витроган, помню, видите какой он стоит 5,55,15 так, вот купила для фунчозы ну или для лапши вот этой вот у меня есть и то и другое и фунчоза есть и вермишель рисовая кстати, мне в комментариях написали, что последний раз это была не фунчоза это была рисовая лапша я прочитала, в чем разница но у меня есть и то и другое вот это, например, фунчоза потому что фунчоза делается из крахмала а рисовая лапша из муки рисовой или еще какой-то там соевый в общем, понятно, да взяла сделать фунчозу или рисовую лапшу вот с этими вот креветками они у нас 6,49 здесь 700 грамм очищенные уже в общем, готовь не хочу а, ну да вот эти булочки евро 39 с тыквенным вареньем кобейо де ангель волосы ангела красиво звучит, да но это всего лишь варенье из тыквы так неукло а, вот это вот вот это вот стоит евро всего прикиньте такая большая это и всего евро стоит надо же, какая я выгодная взяла бутылку масла там у меня бутылка масла сливочное ой, сливочное бутылка масла сливочное бутылка масла подсолнечного 96 копеек и 2,44 масло оливковое сахар 78 копеек а, станки станки у нас 8,99 те бритвы, которые муж пользуется я не нашла их с дефицит что ли или хрен его знает что пришлось купить ему какой-то новый станок и там вот 4 бритвы шло все это дело стоило 8,99 киви взяла килограмм разнообразить фрукты 2,59 стоит в общем у нас никогда я не видела тесто обычного знаете никогда не видела обычное вот так вот чтобы как в России купить тесто а тут посмотрите гляжу лежит тесто на продаже 250 грамм вот стоит 99 копеек представляете я его кину в заморозку и вот так вот когда не будет хлеба раз достал и в печку вообще попробовать что за хлеб поэтому вот да прям лежат и знаете много муки видимо люди сейчас много времени они сидят и пекут хлеба потому что удивительно я раньше никогда не видела ну вот замороженное помните как-то брала тесто вот так чтобы в пакете вот как я в России все время завидовала блин везет тесто лежит берешь покупаешь вот у нас тоже тесто есть 99 копеек 250 грамм у него даже названия нет массы что тесто а оказывается пробивается как хлеб 99 ну естественно взяла альметы творожный сын сыр мой любимый ням-ням-ням я его обожаю две штуки я взяла так он у нас по евро 19 лимон 2,19 тут наверное тоже килограмм так шампунь вот такой взяла себе какой-то горение я не знаю хороший нехороший хотя мне знаете по барабану но у меня очень чувствительная кожа головы у меня есть дорогой хороший шампунь я им не пользуюсь каждый раз у меня нет перхоти нет ничего но у меня чешется именно вот в этой части прям вот два дня три дня не поможешь голову начинает чесаться поэтому не знаю чесаться вши что ли как помните у меня видео было как клиентка ко мне пришла говорит Оксана у тебя парикмахерская вши ой блин если хотите посмеяться у меня есть такое видео поищите вши у клиентки называется ну вообще нет нету вшей слава богу олимпиадор витр серамик что за олимпиадор наверное вот это 228 228 стоит купила себе вот такой крем написан BB крем он да действительно там с этими такой цветной видите коричневого цвета сейчас попытаюсь вот он как бы и для тела и для лица загорать хочу сегодня у нас солнце но там ветер может просто унесет и вот пахнет вроде бы вкусно он этот крем стоит 11 евро 30 фактор 30 я всегда беру 30 потому что я особо много не загораю часами там а минут на 20 или вот из дома выйти мы в этом году наверное все будем ходить в масках поэтому загорать у нас будут только я не знаю какая вот эта часть наверное верхняя хрен его знает кто там у нас увидит поэтому вообще как будем жить не знаю сегодня кстати о Валькампу все продавцы были знаете не просто в масках а вот такие вот как это пластмассовые штуки на глазах вот так вот так что снаряд у нас в этом году будет я чувствую что мне тоже надо таким запастись на работу потому что я уже все-таки готовлюсь к работе куда деваться так мешки мусорные рубль 44 вот такие вот печеньки тоже взяла они вообще идут для торта торт вот этот как он с маскарпоне тирамису тирамису да тирамису ну муж у меня их так хрустит и еще взяла мешок угля он в машине остался чтоб было а клубника где у меня клубнику пропустила на ранаха ну короче вот клубника еще есть она евро 49 стоит такая вкусная это вкусная клубника вот такие вот у меня покупочки произошли а ну еще лук у меня там есть лук такой хороший прям с такой этого урожая и не сильно крупный видите какой хороший лучок свеженький вот так вот я сходила в супермеркаду вот видите тесто народу было мало хорошо ну надо же так что буду я складывать все в холодильник и скоро на пляски пойдем в душ сходил уже новости смотрю никаких новостей новости смотрю никаких новостей буду сейчас вам монтировать вложек и прощаться до завтра встретимся с вами завтра спасибо за ваши комментарии пишите как у вас дела я сегодня кстати слышала по новостям тоже что в Италии по-моему уже карантин как то ли ослабили то ли его совсем отменили в общем не знаю надо повнимательнее посмотреть новости а вот и просто интересно мы все время сравниваем себя с Италией и они по-моему пораньше ушли на карантин ну нам до 9 точно сидеть ой даже знаете не верится я еще знаете сегодня когда гуляла с Чарли и думала что 9 мая у нас если нам разрешат выходить на улице все такое это будет не просто день победы в России но и день победы в Испании и мы этот день точно уже на всю жизнь запомним и такой же как и в России день победы как он был от нас далек так и в Испании будем наверное отмечать 100% будем наверное отмечать 100% в общем день 9 мая будем отмечать везде вот дай бог дай бог в общем ладно всего вам самого наилучшего встретимся с вами завтра и всем пока-пока пока Продолжение следует...